Это не шерстяной коврик, это златогор, сокращенно гор. Он представитель древней породы командор или венгерской овчарки. Эта разновидность собак имеет тысячелетнюю историю. Но вот их происхождение остается загадкой до сих пор. Эта порода жила где-то в районе Волги, Дона, Черного моря. И в 12 веке, когда татары вытесняли эти племена, значит, пастушьи племена вытеснили, они отошли на территорию современной Венгрии. И вот это вот читается, венгерская пастушья собака. Существуют две теории появления этой породы на свет – мифическая и научная. Легенда гласит, что командор произошел от брака овцы и волка. Согласно науке, командор – дитя нескольких пастушьих пород собак с примесью волчьей крови. Несмотря на родство с волками, командоры – отличные защитники стад от серых хищников. Когда волки нападают на стадо, то командор подставляет себя. У него очень сильная, мощная голова, видите. Вот. Головой командор может перебить хребет волку. Главной особенностью этой необычной породы собак является их шерсть. Подшерсток, отмирая, он закручивается в дреды. Собака не линяет. Вот вы видите, вообще шерсти нет. Когда намокает шерсть, у нее нет собачьего запаха. Она пахнет мокрой овечьей шерстью. То есть собаки так маскируются. Золотогор – единственный представитель породы командор в Солнечногорском районе. Да и по всему Подмосковью их не так много. Гору четыре года. Но он уже самый титулованный пес в России. Победитель многих всероссийских и международных выставок. Несмотря на высокие достижения, очень добрый и ласковый. Вот только при весе 70 килограмм своими объятиями может ненароком и придавить. Несмотря на габариты Золотогора, по словам хозяйки, в квартире он много места не занимает. И не имеет привычки вертеться под ногами. Но вот настоящие хлопоты начинаются во время прогулок. Ведь такое руно нужно беречь от грязи. Продолжение следует... Знакомство нашей съемочной группы с представителем породы командор прошло замечательно. И забудется такой добрый и веселый мешок косичек не скоро. Вот мы ходим в лес.